Приветствую вас! Ну, очевидно, что вам медвежит, знаете, не столько желания делать счастливым вот этого вот мужчину, а сколько желания быть самой счастливой, быть замужем. То есть вы хотите замуж. И для вас наиболее вот приемлемый вариант пока это вот именно этот человек. Он вам все обещает, он вам все предлагает. Знаете, конечно, если вы хотите именно замуж, ну да, наверное, стоит соглашаться. Вот вы здесь спрашиваете, стоит ли присутствовать интуиции или все-таки обстоятельством реальности? Правда, не совсем понятно, что есть в данном случае реальность, а что есть в данном случае интуиция. То есть у вас вот как-то очень сумбурно получилось написать вторую часть своего сообщения, последнюю часть своего сообщения, она получилась очень сумбурно. Но я думаю, что, знаете, на самом деле нет интуиции здесь и нет реальности здесь. Есть то, что вы хотите и то, что есть. Если вы хотите замуж, то все упирается здесь в то, что вы хотите получить от замужества для себя. То есть если вы готовы с мужчины скрепить свои отношения, значит, включить драк с ним, то вам необходимо понимать, что вы хотите от этого драка получить. Прям вот четко. И эти требования, которые вы озвучите себе для начала, вам нужно также озвучить и вашему мужчине. Чтобы он знал, чего вы хотите. Чтобы он знал, чего вы ожидаете. И чтобы он сразу вам дал свое согласие на то, что он будет это делать. Давайте вам то, что вы хотите. Другое дело, это отношения не по любви. Другое дело, это отношения по расчету. И в этом случае, вот в случае, что вы именно по расчету отношений у вас свои строите, нельзя говорить о том, что вы будете счастливы. Потому что здесь все будет обусловлено именно потребностями, важными потребностями, его потребностями, потому что вы скажете мужчине о том, чего вы хотите. Вы донесете. Вы донесете до него то, что вам нужно. И вот этот момент нужно учитывать. Потому что мужчина, ну, совершенно спокойно может вам, например, сказать такую вещь, что я вот для тебя делаю что-то, и ты, пожалуйста, изволь тоже делать то, что я хочу. Если вам это не понравится, то этим он может вас обесценивать, этим он может вас сантажировать в будущем и так далее. То есть я хочу, чтобы вы поняли, в какую сторону вы сейчас двигались. Вы говорите, я хочу замуж. Вопрос, для чего? Подумайте, стоят ли, вот стоят ли те желания, которые двигают вас к замужинству, толкают вас к замужинству, стоят ли они ограничения вашей собственной свободы человеком, который не является достаточно надежным в силу нарушения закона им. Вот просто постарайтесь вот этот момент для себя соотнести. Если вы гадите отношение по любви, то у вас запроситься не совсем верно. Потому что отношение по любви не строится на установке «я хочу замуж». Отношение по любви строится так «я хочу быть с этим человеком, я хочу делать его счастливым». И мне все равно, замужем я с ним, не замужем я с ним, вместе мы с ним, не вместе мы с ним. Я просто хочу делать его счастливым. И все. Замуженство здесь, это по большому счету всего лишь форма развития отношений. И не более того. То есть сначала нужно определиться вам с приоритетами. Сначала нужно определиться вам со своими желаниями. Потому что желания, которые у вас есть, их нужно удовлетворять правильно. То есть если вы хотите чего-то для себя, это нужно удовлетворять самостоятельно. Если вы хотите чего-то для другого, то в таком случае вам нужно просто таким человеком быть. И не важно, в каком вы статусе. Но вы делаете отдельно, что вы хотите замуж, и я поэтому обо всем этом вам говорю. Далее. Вы говорите о том, что тут мне никто не мил. постоянно всё с прошлых отношений возвращается, толку нет. Вы знаете, что значит тут никто не мил? Тут это где никто не мил? Почему никто не мил, а почему должен быть кто-то мил? А что вы делали и делаете для того, чтобы вам был кто-то мил? Что значит всё с прошлых отношений возвращается? Я так понимаю, что у вас были когда-то прошлые отношения, они у вас не завершились должным образом и постоянно дают о себе знать, что вы не можете их завершить. Но в этом, может, можно вам помочь, чтобы вы завершили их, чтобы вы перестали быть зависимы от них, от их отношений, от партнёра в отношениях. И чтобы вы были свободны и могли также свободно принимать решения. То есть вы бежите от одной своей проблемы в другое место и думаете, что там проблем нет. На самом деле проблема, поскольку она в вас, она будет предследовать вас и там тоже. Она будет предследовать вас там, где вы будете. Потому что она слабая, она в вас. И не факт, что ваш брак, с которым вы хотите так, будет счастливым. Именно из-за того, что есть вот эта проблема. Проблема вашей не сложны свободы. Проблема вашей зависимости. То есть в этот момент нужно отдельно прорабатывать с вами. Далее. Толку нет. А какую толку вы хотите? Толк – это результат. Отношения по любви, именно по любви, не строятся для результатов. Отношения по любви строятся именно из-за желания каждого партнёра делать друг другу счастливым. Всё. Не должно быть никакого толка. Поэтому если вам нужен долг, то вам этого результата нужно добиться или самой, или, если вы согласны на отношения по расчёту, или, значит, с партнёром, но исключительно на взаимовыгодных отношениях. Вот я думаю, что вам надо перефразировать свой вопрос. Не так его ставить, что и к чему прислушиваться, к туристе или к реальности, а к тому, какие отношения я хочу. Я хочу отношения по любви, и тогда мне нужно работать над собой, мне нужно стать привлекательным, самодостаточным, независимым партнёром для того, чтобы я могла строить отношения по любви и быть счастливым в этих отношениях. Либо я хочу отношения по расчёту, и хочу что-то получить от своего партнёра, но при этом я должна буду что-то ему отдавать. То есть вот именно так вам нужно поставить вопрос, и если вы поставите этот вопрос так, я думаю, что вам многое станет понятно, изгоняя из того, что сейчас происходит. Я не беру в расчёт сейчас то, что вашему парню выгодно звать вас замок. Вашему парню выгодно, чтобы вы были его женой. Ваш парень знает, что вы в нужде, потому что он вам помогает и поддерживает. Другой вопрос, что заставляет вас поддерживать с ним связь. Почему вы считаете, что такой человек может стать хорошим родителям вашим детям, например? Как я понял, у вас есть детки и так далее. То есть что вас подвигло на общение именно с ним? Этого ли вы хотите для себя и для детей? Я имею в виду парня, его образ, его образ жизни, его ценности и так далее. Подумайте, пожалуйста, об этом. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!